Наследство от проклятого прошлого жителям города Почесалова досталось огромное полтора гектара лужа. Когда каким образом она появилась, никто точно сказать не мог. Во всяком случае, сторожил города Самсон Цирлов, про год рождения которого спорили местные краеведы, сам Самсон Игнатьич отморозил мозги в итальянскую кампанию 1799 года. Так вот этот самый Самсон утверждал, что еще в старое время, то есть в средние века, лужа была. Хотя, конечно, поменьше. Нельзя сказать, чтобы ее совсем не пытались осушить. Еще при Павле Первом, приказавшем строить на месте лужи плац, Почесаловцы начали ее вычерпывать. По подсчетам местного дьяка, ведер было перетаскано до восьми сотен слишком. Однако лужа все не убывала. Притомившись, к вечеру Почесаловцы сели перекурить. Один, шебутной, не курящий, интересу ради, пошел вдоль цепочки, по которой передавали ведра, и обнаружил, что кончается цепочка аккуратно у другого конца лужи. Когда он сообщил об этом курящем, его начали бить. А прибив, разошлись с Богом по-тихому по домам. В общем, за долгие лета привыкли Почесаловцы к своей луже, как к родной. Рельеф дна изучили, так что если кто в ней и тонул, то нечасто. Некоторые гордиться начали, да нигде в мире такой здоровенной лужи нету. И только иногда кто-нибудь выходил на берег лужи и подмечал. При императоре Александре Третьим меньше было. О, какую окаянную лужу оставил в городу Почесалову проклятый царизм. С царизма какой спрос. Загнивал он себя, загнивал, да и загнил окончательно. И дожили Почесаловцы до того светлого дня, когда на край лужи с жутким тарахтением въехала бронемашина. И какой-то человечек в кожанке, совершенно никому здесь неизвестный, забравшись на броневик. И пальнув из Маузера в большую медведицу. Возвестил он начале с сей же минуты светлого будущего, а с двадцати трех часов комендантского часа. В связи с чем предложил всем трудоспособным в возрасте от пятнадцати до семидесяти пяти лет явиться завтра в шесть утра для засыпки позорной лужи и построения на ее месте мемориала Сен-Жусту. А это что за хрен такой? Крикнул один недоверчивый Почесаловец и был немедленно человечком из Маузера пристрелен. И тут Почесаловцы поняли сразу две вещи. Первое, что Сен-Жуст никакой не хрен. А второе, что с человечком шутки плохи. Поэтому той же ночью его потихоньку связали и утопили в луже. Вместе с Маузером и броневиком. После этого началось такое, чего Почесаловцы, отродясь, не видели. Белые и красные принялись поочередно отбивать друг у дружки город и, входя в него, методично уничтожать население, которое по мере силы возможности топило и тех, и других. Причем процедура утопления становилась для топимых с каждым разом все более мучительной. Поскольку всякий раз перед вынужденным уходом из города и белые, и красные на зло врагу поэскадронно совместно с лошадьми в эту лужу мочились. И вышло так, что последними из города ушли белые. Поэтому историческая ответственность за запах осталась на них. О чем в Почесалове до последнего времени знал каждый пионер. Уже в восемьдесят девятом побывал здесь напоследок один член политбюро, два дня поморщился, а потом не выдержал и спросил, «Что же это у вас, товарищи, за запах такой?» А ему в ответ хором «Так белые в девятнадцатом нассали». Кузьма Егорыч. На что он сказал «Ну, и это другое дело». Но все это было потом. А тогда понаехало товарищи во френчах. Открыли они возле лужи памятник первому утопленнику. За дело рабочих и крестьян, открыв памятник, решили в его честь строить в Почесалове канал от лужи прямиком к Северному Ледовитому океану. Почесаловцы хотели было спросить, зачем им канал до Северного Ледовитого океана. Но вовремя вспомнили про Сен-Жуста. И ничего спрашивать не стали. А утопить всех товарищей во френчах просто не представилось возможным. Поскольку те первым делом провели по земле черту, объявили ее генеральной линией, выстрелили по ней всех Почесаловцев в затылок и ласково предупредили, что шаг влево и шаг вправо считается побег. И канал этот Почесаловцы строили ровно тридцать лет и три года. И уж когда почти канал прорыли, тут-то вдруг и выяснилось, что проектировал все это скрытый уклонист. И направление, вот скотина, дал неверное, из-за чего все эти годы копали не на север, а на восток. Совсем другому океану. Начальство сурово спросило у Почесаловцев, а вы о чем думали? Почесаловцы сказали, мы это... мы думали это... мы... а... при чем мы думали это, а? Вот, мы все время думали, почему это солнце на севере встает, ты понимаешь? Так что бросили канал копать, стали его закапывать. Причем для экономии места закопали прямо с теми, кто этот канал строил. Закопали, послали телеграмму в Москву отцу народов, мол, похоронили всех врагов народа и сели на берегу лужи ордена ждать. Однако вместо ордена из Москвы им пришло сообщение, что они вместе со всем советским народом наконец-то осиротели. Поэтому уже теперь можно немного расслабиться. Вскоре в Почесалов из центра приехал новый руководитель, который сказал, ну, теперь вот, когда мы этого усатого бандита похоронили, ну, все! Все! Никто уже не мешает нам эту поганую лужу осушить, а то ее, что же, уже вон из космоса видать. Давайте навалимся на эту гадость всем миром! Услыхав знакомые нотки, Почесаловцы с тревогой на говорившего посмотрели, но ни Кожанки, ни Френчи не увидели, нет, шляпа да биджак на косоворотку, и лицо такое простое, будто и не начальник он им вовсе, а дядька по кузькиной матери. На мальчишек пальцем показал и сказал, видали этих мальчев-то? Если они не потонут в вашей вонючей луже, они обязательно будут жить при коммунизме! И Почесаловцы аж задрожали! Не моет быть! И начальство сказало, гадом буду! В чайку село, шофер на газ нажал, после чего два квартала волной смыло. А Почесаловцы, обрадованы такой нарисованной перспективе, тут же пошли писать транспарант, коммунизм неизбежен! Чем и пробавлялись до осени, пока на складе не кончился кумач. К осени лужа заштормила, аккурат к ноябрьскому из Москвы пришла телеграмма, доложить об осушении ко дню Конституции, стревоженной такой злопамятностью. Почесаловцы начали наводить справки, по справкам выяснилось, что новый начальник только с виду прост, а в гневе ужасно страшен, и уже ни одну трибуну башмаком расколотил. Перепугались Почесаловцы, тогда не на шутку взяли, и от греха подальше всю лужу по периметру обсадили кукурузой. Опа! Эх, чтоб с какой стороны не зайди! Все царица полей! А чтоб ее еще из космоса было не видать, послали трех совхозных умельцев на Байконур. Те вынули из ракеты какую-то штуковину, и из космоса вообще ничего видно не стало. А умельцы, вернувшись еще месяцев пять, пропивали какой-то рычажок. Иногда, особенно крепко взяв на грудь, они выходили к луже покурить, и поплевывая в нее, мрачно примечали, пристали, нет, меньше была. Это потом выяснилось, что новый начальник был, прожектор, волюнтарист, передивщик, что, оказывается, из-за него ничего и не получалось. Ну, а уж как коллективное руководство началось, тут уже дураку стало ясно, что... Лужа, конец! Да куда же ей было деться, если в Почесалов целый насос привезли, у немцев реваншистов, вымененный на какой-то там нефтепровод, и двух диссидентов. Привезли тот насос на берег лужи, оркестр туш сыграл, первый секретарь ленточку перерезал, пионера горшочек с кактусом ему подарили, секретарь народу ручкой сделал, давай ему брови расправил, да и высморкался. А высморкался, гляди! Что такое? Нет насоса. И все, кто рядом с ним стоят, видят то же самое. Оркестр есть, брови есть, пионеров вообще девать некуда. А вот валютная штучка, как во сне привиделась. Разумеется, искали потом по всей области с собаками, посадили под это дело двух юристов, трех баптистов и четырех сионистов, прокурор области даже орден Ленина получил, а лужа так и пролежала, воняя посреди города. До самой перестройки, к тому времени всем горожанам так надоело, что описать-то невозможно, поэтому ничего удивительного нет, что с первыми лучами гласности Почесаловское общество пробудилось, встрепенулось, понесло начальство по таким кочкам, что отбило там всякую охоту к сиденью. Начальство стало ездить, встречаться с народом. И не просто встречаться, я скажу больше, искать возле лужи консенсусы. А народ как почувствовал, что наверху слабину дали, словно с цепи сорвался. Вынь ему да положь к завтрему все, чего со времен Ивана Калиты не додано. Сначала на пробу в газетах, потом так раздухарились, стали начальство в лужу охунать и по местному телевидению это показывать. А уж райком по-чесаловски, собственными языками вылизаны, измазали всем, что только под руку попало. Тут надо сразу сказать, что ничего приличного, отродяясь под руку, там не попадало, потому что город уже с незапамятных времен по колено в дерьме лежал. Памятник первому утопленнику за дело рабочих и крестьян натурально снесли и на цоколь стали забираться все, кому не лень, и речи говорить. И на третий день один такое сказал. «Столько понимаешь за один раз всем суверенитета пообещал, что... что его сразу выбрали городским головой». У некоторой части по-чесаловцев само название должности вызвало обиду. Выходило, что если он голова, значит, они... А их уговорили. «Как голову выбрали, тут свободой произошло, ешь не хочу». Народ по-чесалове никогда толком не работал, а теперь вообще на службу ходить перестали, целыми днями возле лужи ходят с плакатами. «Хочем жить лучше!» «Хочем жить лучше!» «И коммунистов, если под руку попадутся, то вот...» «А рядом кришнаиты танцуют!» «Кооператоры, желающих прям по луже на водных лыжах катают!» «Книжки по тайваньскому сексу продают!» «Что там секс?» «Социал-демократическое движение в Почесалове образовалось!» «Господами друг дружку называть стали!» «Бывало после хорошенького...» «Брифинга!» «Прям так и говорят!» «Господа!» «Кто сортир обливал?» «Так нельзя!» «Для этого есть лужа!» «Кстати, насчет лужи...» «Новым руководцам было сказано недвусмысленно!» «В обновленном Почесалове лужи места нет!» «Ой, и, наконец, всей общественности открыло глаза!» «Оказывается, это не белые во всем виноваты!» «Ашмы!» «Это же они в девятнадцатом туда настали!» «Скоре было создано первое совместное предприятие по осушению!» «Почесаловско-Нидерландское» «Авги-Лимитед!» «И уже через два месяца дало результаты!» «Директор с Почесаловской стороны выступил по телевидению и сказал, «Наша СП...» «Хят!» «Наша СП...» «Заработала первые десять миллионов и приступает к реализации проекта!» «Телевизионный ведущий только переспросил...» «Сколько?» «Тот скромно повторил...» «Десять миллионов!» «И при выходе из студии в сумерках был схвачен полномочными представителями Почесаловского народа и сей же час утоплен!» «Ой, он еще легко отделался!» «Потому что всех остальных посадили!» «А кого посадить не успели, те тут же из Почесалова съехали и до конца своих дней...» «Мучились без Родины!» «Которую почему-то без мата не могли вспоминать!» «А Почесаловца, утопив мерзавца, заработавшего десять миллионов, тут же это дело обмыли!» «Сразу увлеклись борьбой исполнительной и законодательной властей, благо телевизоры к тому времени в Почесалове еще работали, два года напролет ночами в ящик смотрели, правда, второй год уже в противогазах, поскольку запах от лужи сделался абсолютно невыносимым. В один прекрасный день в Почесалове кончилась всякая еда. Вот этому Почесаловцу удивились так сильно, что перестали ходить на митинги и по ночам смотреть в ящик, а к зиме попросту впали в спячку. Пока они спали. К ним из других городов пришла гуманитарная помощь. И ее съели при разгрузке рабочей железнодорожной станции. Почесаловцы спали. Это кому-то может показаться странным, ведь не медведя же, прости господи. Ну, во-первых, это как посмотреть. Во-вторых, и в самых главных, за столько веков беспощадной борьбы со стихийным бедствием, с городской лужей было уничтожено столько талантов. Что, может быть, удивляться надо, как они раньше не заснули. Чернели окна, чернел под луной снег, и только иногда от вое окрестных волков просыпался какой-нибудь особо чуткий гражданин, выходил на берег зловонной, незамерзающей лужи, уже подступившую уже к самым домам, и, мочась в нее, бормотал, поеживаясь, три коммунистах пень же была. Человек положил в больницу жену. Звонит... Чего смеетесь? Чего тут смешного? Положил в больницу жену. Так? Звонит по телефону и справится о состоянии ее здоровья. Автоматическая телефонная станция работает так замечательно, что соединяется он со станцией технического обслуживания, где ремонтируют машины. Человек спрашивает о состоянии здоровья жены, ему отвечают о том, что происходит с машиной. О фамилии и у того и другого Рахимова. Здравствуйте, моя фамилия Рахимов. Я хочу знать, что там с моей. Сейчас я посмотрю. Сейчас, минутку. Рахимов, говорите? О, Рахимов. Ну, я вам скажу, Рахимов, намучились мы с вашей старой лошадью. Не понял. А чего тут понимать? Заездили вы ее? Хуже некуда. В каком смысле? В прямом. В прямом. Мы когда ее смотрели, в ужас пришли. Вся блезлая, буфера помяты. Ты что говоришь? Я говорю, то, что ты слышишь. Газы вообще идут по все стороны. Плохо вы за ней ухаживали. Я плохо ухаживал. Ты знаешь, как я ее люблю. Ну, тогда, значит, не вы, значит, вы кому-то ее одалживали. Кому я ее одалживал? Я не знаю, кому вам лучше знать, кто на ней без вас ездил. Ты какое право имеешь так говорить? Я к ней близко никого не подпускаю. Ну, тогда себя вините. Я же вижу одно только. Обращались с ней не по-человечески все. Кстати, она у вас масла много жрет? Да. Кушать. Три раза в день. Ну, я тебе, честно скажу, теперь я ей иногда маргарин подсовываю. Милый, что ж ты после этого удивляешься, что она у тебя еле фурвичит? Ты вообще, кстати, в курсе дело, что у нее крыша поехала? Ты это тоже заметил. Милый, еще бы не заметил. Ее случайно взад никто не бил. Ты сволочь. Я ее не допущу. Так видно, тебя и не спрашивали. Как это без меня били? Как это меня не спрашивали? Очень просто. Раз и засадили, и все, что-то. Ты сволочь русская. Как у тебя язык поганый, такие слова говорит. Слушай, ты чего оскорбляешь? Тепетейка немытая, а? Ну, я же не слепой. Я же вижу, что ей зад меняли. Ничего ей не меняли. У нее всегда такой зад. У нее такой зад, и все соседи завидовали. Я уж не знаю, чему они там завидовали. Я знаю одно. Сама старая, зад новый. Все. В общем, она свое отбегала. И мой тебе совет. Выкинь ее на помойку. Ты свою выкидывай. Окупант бандитский. Я оккупант. Ты урюк недоделанный. Я тебе русским языком объясняю. Ты, если мне не веришь, прости у моих сменщиков. Они с нее сутками не слезали. Что ты визжишь? Сутками не слезали. И втроем, и вдвоем, и поодиночке. Сейчас к тебе приеду, буду резать тебе. Давай приезжай, бешбармак поганый. Я тебе так, как делаю, тебя ни один овах не принят. Добрый вечер. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Я вот сразу хочу сказать, что с трудом осваиваю эту рыночную экономику. Представляете, та же самая ситуация с опаздывающими при административно-командной системе. Уже все началось. Актер стоит на сцене. Уже началось действие. Идут люди. Сюда проходят, потом туда проходят. Так вот, при административно-командной системе актер обязательно считал бы необходимым им выговорить. Безобразие! Вы не уважаете тех, кто в зале. Вы не уважаете того, кто стоит на сцене. Это раньше. А теперь то же самое при рыночной экономике. Спасибо, что пришли. Дай Бог здоровья. Извини, что начали. Ничего плохого не хотели. Извините. Ну, не все сразу. Все должно постепенно войти в свою колею. Не случайно в качестве эпиграфа нашей сегодняшней встречи я выбрал эту не самую веселую, совсем не самую короткую историю. Я думаю, что история отвечает на большое количество вопросов. И может быть, один из этих вопросов истинной причины нашего сегодняшнего подавленного состояния. Как с этим бороться? Хондра, апатия грозит очень серьезным заболеванием вообще всему обществу. Заболевание, которое называется депрессия. Когда-то я получил письмо от одного совершенно незнакомого человека. После того, как я это письмо прочел, я понял. Это письмо необходимо читать вслух. В этом письме содержится очень своеобразный рецепт лекарства от этой болезни, которую является депрессия. Я начало письма пускаю. Оно личного характера. Сразу перехожу к сути. Что Геннадий хотел я вас в этом письме спросить? Давно ли вы в последний раз в России видели оптимиста? Я прошу вас обратить внимание. Я написал не идиота, а именно оптимиста. То есть, чтобы он был в здравом уме, чтобы жил только на пенсию и при этом, чтобы не хотел повеситься. Тогда полюбуйтесь, он перед вами на страницах этого письма. Вы знаете, с чего я стал оптимистом? Вы в жизни не поверите с нашей скорой помощью. Тут не так давно стало что-то мне не по себе. Короче говоря, ну я вот чувствую, что сердце останавливается. И я кое-как доползаю до телефона. Я говорю, девушка, пожалуйста, пришлите скорую. Она мне оттуда. Чего с тобой? Я говорю, что-то мне очень худо. Она говорит, ну ты комик. Но я не знаю. Но ты представляешь, если я буду каждому, кому сейчас худо, скорую посылать, а? Если бы ты сказал, что тебе хорошо, то я бы тебе сразу скорую прислала. Причем специальную, с двумя санитарами. Смирительную рубашку. Какая-то дочка, спаси, а то сейчас помру. Она говорит, ну напугал. Чего у тебя болит-то? Я говорю, так сердце останавливается. Всего 12 ударов в минуту. Она смеется. Всего 12. Это что, как у часов, что ли? Я говорю, ну да, как у часов. Ну что мне делать? Она говорит, ничего. С 12 ударом выскакиваю на балкон и кричу. Ку-ку! Ку-ку! Отсмеялась потом, говорит, нет, мы к таким здоровым не ездим. У нас бензина мало. Вот когда три удара останется, сразу звони. Так я думаю, что тем бы дело и кончилось. К счастью, в этот момент я упал в обморок. Только слегка очнулся, слышу ее голос в трубке. И где ты где? Я говорю, здесь. На полу. Немного сознания потерял. Она говорит, давно бы так. А то 12 ударов. Быстро говори адрес. А я не помню, сколько я эту скорую ждал. Вы не поверите. Я ее дождался. Приехал врач, молодой, румяный. Самый главный, веселый. Ну, он говорит, показывайте, где у вас больное животное. Ну, сучка, кобелек. Или какая-то другая скотинка. Я говорю, все перед вами. Он рукой махнул, говорит, ну, ладно, вы не обращайте внимания. У нас сейчас врачей на скорую не хватает. Поэтому нас ветеринаров мобилизовали. Вы лучше расскажите, на что жалуетесь. Я рассказал. Он говорит, вижу, все вижу. Морда у вас бледная. Вот вы зря думаете, что я что-нибудь не вижу. Все я вижу. Вижу, что уши не стоят. Вижу же. Понимаете? И что нос теплый. И что задние ноги трясутся. В общем так. Быстро ложитесь на брюхо. Я вас посмотрю. Я лег. Он меня внимательно осмотрел. Потрогал. Пощупал. Господи. Даже под хвост заглянул. И говорит. У-у-у-у. Ну-ка. О-о-о. Ну это здоровечко у вас. Врагу не пожелаешь. Вы небось на все реагируете, да? Вы прям так все близко к сердцу принимаете. Я говорю. А как же мне не принимать все близко к сердцу? Это кругом уже такое творится, что к тебе вместо нормального врача сучий приезжает. Он говорит. Тихо, 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 тихо. Тихо. С таким настроением вашего сердца надолго не хватит. Еще одно повышение цен и все. Акатуритесь. Или выражаясь по латыни, врезус дубус. Я говорю. А я не хочу врезус дубус. Как? Мне еще пожить охота? Мне еще охота посмотреть, чем там наверху дело кончится? Кто кого добьет? Коммунисты демократов? Демократы коммунистов? Или демократы с коммунистами всех нас? Понимаете? Врач говорит. Да я все понимаю. Я все понимаю. Ну и вы меня поймите. Что лекарств у меня все равно нету. Никаких. Кроме прививки от чумки. Понимаете? Поэтому если вам еще пожить охота, я вам даю совет. Вам надо изменить отношение к окружающей действительности. Я говорю. Не понял. Он говорит. Я сейчас все вам объясню. Ну почему у вас сердце-то болит? У вас сердце болит только потому, что у вас, ну, неправильная точка отсчета. Понимаете? Что вы не то с тем сравниваете. Вы неправильно ставите вопрос. Из-за этого вы делаете неверные выводы. Я говорю. Ничего вообще не понял. Он говорит. Хорошо. Я сейчас вам все буду объяснять на конкретном примере. Смотрите. Я стою на автобусной остановке. Жду. Я полчаса жду. Я час жду. Народ вокруг волнуется. Митингует. Поживу ли от автобуса? Куда смотрит мэрия со своим мэрином? В общем, шум, крики назревает мордобой. А я стою хоть бы хны и на сердце спокойно. Почему? Потому что все вокруг себя изводят вопросом. Почему его так долго нет? Я вопрос ставлю иначе. Почему этот автобус вообще должен быть? Понимаете? Другими словами, почему после 70 лет такого удачного строительства плюс 10 лет не менее удачной перестройки автобусы вообще должны ездить? Смекаете, да? И тут вдруг идет автобус. Все кричат. Вон он, сволочь! А я смотрю и думаю, это ж надо, а? Автобус идет, ты смотри, а? Ты смотри, все четыре колеса на месте. Ни одно не сперли, а? И водитель за рулем не очень пьяный. Это же люкс. Вы попробуйте жить, как я, сказал врач. И вы сразу станете другим человеком. Ну что, Геннадий, я надеюсь, вы уже поняли, откуда взялся мой оптимизм. Если от полного нуля отсчитывать, совсем другая картина получается. Идешь по улице, смотришь по странам и думаешь. Красота. Красота. Дома-то еще стоят, ты смотри. Смотри, люди до сих пор на двух ногах ходят. Зимой целых два раза отопление включали. А сейчас такое скажу, что вы мне не поверите. Я вам клянусь, не вру. В городе Сык Втык Таре. Сык Втык Таре. Женщина родила ребенка. Сама, конечно, сама. На улице грязь, мусор. Пакет от молока валяется. Сразу на сердце праздник. Потому что это значит, что есть еще народу, что кушать. Раз пакет выкидывает. Ну, останавливаясь на улице около газеты, читаю заметку. Компания подростков на пустыре поздно вечером изнасиловала женщину. Милиция приехала через два часа. Найти виновных не удалось. Конечно, эта история кошмарная, если смотреть на нее моими прежними глазами. А если сегодняшним взглядом, совсем другая вещь. Посмотрите, какую похабель по телевизору показывает. Так что надо радоваться, что изнасиловали женщину, а не мужчину. Понятно? Теперь дальше. Милиция приехала поздно. Слава богу! Сейчас такие хулиганы, они милицию могут изнасиловать. И, наконец, самое главное, посмотрите, как в России катастрофически упала рождаемость. Не хотят женщины рожать. Ну, что ж. Раз сами не хотят, то группа молодых энтузиастов по мере сил и возможности решила оказать совместие. Так что, как видите, ничего страшного не произошло. И даже наоборот. Не были лица, значит, про меня распускают. Будто я евреев не люблю. Вроде я как их не перевариваю. Значит, так! Как русский патриот, я официально заявляю, что все это собачья брехня. Понятно? И для меня национальности это вообще никакого значения не имеет. Да для меня будь и хоть евреев. Все, хоть еврей, хоть жид. Никакой разницы нет. Да если ты хочешь знать, я религию ихнюю жидовскую уважаю. Что ты ржешь, сидишь. Уважаю жидовскую религию. У них был, этот, мысей, мысей. Он на них главным пороком работал. Так вот. Так этот мысей, он же по субботам работать запрещал. Правильно? А я по его завету всю неделю готов жить. А ты говоришь, я антисемит? Вот друг у меня есть один с лицом еврейской национальности. Причем? Ой, ну вообще с таким лицом. Ну, с таким лицом. Что, знаешь, в иной раз, ну так и хочется врезать этому лицу. А не за что. Ну, он же не виноват, что у него мать с евреем спала. Она его с армянина спутала. Так вот. Так вот, друг мой. Вот он действительно евреев терпеть не может. Я ему даже говорю, я говорю, тебе не стыдно? Я говорю, как тебе не стыдно? Я говорю, что ж ты, говорю, масонская морда от своих харю воротишь? А он мне говорит, я не могу. Я не могу. Они мне всю кровь испортили. Я из-за их ненаследственности больше литра выпить не могу. Понимаешь, или нет? Организм не принимает. Чувствует водка, не кошерная. Так что ты, что ни говори, Сталин после войны не зря их всех хотел по-хорошему в Беребежан сослать. Но у него вот не вышло ничего, понимаешь? Потому что он сколько он их туда не высылал, глянь, они опять все здесь. Он двоих вышлет, они уже назад втроем возвращаются. Вот ты знаешь, почему в Москве сейчас жрать нечего? Я тебе объясню, почему и кто в этом виноват. Евреи! Я это докажу, как дважды два. До революции евреев близко к Москве не подпускали. Правильно? Жратвы в Москве были напалом. Как после революции впустились, сразу голод начался. Только мы за 70 лет немножко этой жратвы поднакопили. Она опять куда-то исчезла. Но я знаю куда. Всю нашу жратву евреи с собой в Америку вывезли. А этом и теперь в Америке всего полно. И жратвы, и евреи. А у нас ни того, ни другого. Пошли дальше. Кто им выход разрешил? Правительство. Почему? Потому что правительство всю жизнь одни евреи у нас. Всю жизнь. Хрущев кто был? Еврей. Не просто еврей. Евреюга. Евреюга с бородавкой. Его Сталин человеком сделал. Он его на 20-м съезде тут же предал. Кто он после этого? Иуда. Иуда кто был? Еврей. Иуда Сергеевич Хрущев. Все. Он же со своими дружками, еврейскими советниками всю Россию погубить хотел. Он же всю нашу землю хотел кукурузой засеять. Слава Богу, ну не вышло ничего. Потому что эти евреи. Они эту кукурузу не то что сеять, они ее выговорить не в состоянии. Пошли дальше. Брежнев кто был? Еврей. Еврей. Он был еврей по жене. Он же Мерседесы собирал. Так ты скажи, когда-нибудь русский человек будет Мерседесы собирать? Никогда. Никогда. Русский человек если что и соберет, это пустые бутылки. Идут. Если до него эти бутылки уже евреи не собрали. А этот Брежнев что придумал? Бам строит. Железную дорогу из Беребеджана в Москву. Большой сволочь! От Макарейку! Только оттуда сюда! Ну, кому же эта дорога? Кроме евреев и счета нужна! Про Горбачева я вообще молчу. Горбачев это стопроцентный Ставропольский степной еврей. Какие тебе нужны доказательства? Посмотри, до чего страну довел в судовской морда. Чистый еврей после пластической операции. У меня даже в ловбу пятно вот эта операция осталась. Вот из-за них все лучшие места евреи заняли. Все, все. Музыканты кто? Евреи. Евреи. Эти ритхерные. Эти ойстерки. Они же... Не могу я! Они же на своих скрипках из русского человека жилы тянут. Ты посчитай. Ты посчитай. У тебя пальцев на руке не хватит. Раз тропович. Два тропович. Три тропович. Пять тропович. Шесть такович. Что тебе еще надо? Что они с шахматами сделали? Шахматы. Шахматы. Это наша национальная русская игра. Это наша национальная русская игра. Потому что в шахматах главное что? Макс. И чемпионом мира из поклонников был наш русский богатырь Томик Карпов. Кто у него шахматы в корону спи? Ну, как это сказать? Ну, спер. Кто? Каспаров. Что у него в жилах течет? Вот здесь же здесь. Что у него в жилах? У него же течет еврейская крота армянского разлива. Он же в этих шахматах шахером-махером занимается. Сплошным товарообманом предложит Толику Карпов поменять. Ковяна-слона. Толик честный русский человек. Он не понимает, это выгодно или нет. Все. В результате он проигрывает. Что в медицине творится? Ну, куда ни глядь. Везде они вот эти, а? Медиаторы. Они, медиаторы. Они глистологи разные. Это... Вот практологи кто? Ну, кто практологи? Кто, кто? Евреи. Евреи. Кто еще, кроме них, туда без мыла залезть может? Я уже не говорю. Гинекологи. Вообще одно жидовье. Одно жидовье. Да разве русский человек будет лезть? Куда его не просят, а? А я не лезу, спрашиваю, зачем? За деньгами. За деньгами. Русский человек никогда туда сам не полезет, пока его туда не пошлют. Понял так? Глупные. Глупные врачи. Евреи опять же. А почему-то у вас среди ветеринаров? Ни одного не встречал. Оп! Не знаешь, почему? Нет? Не знаешь? Я тебе скажу. Ты когда-нибудь видел лошадь? Чтоб она себе хотела всталить золотые зубы. Я вот принципиально вообще буду без зубов, Алир. Нам как важно? Чем всем улыбаться этими еврейскими зубами. Причем я не против медицины. Я хочу понять, почему все хирурги одни евреи. Вот почему я не хирург? Ну что, я не могу ножом пырнуть? Ты спроси моего Шурина, я его на новоселье так отрисовал ведь, что потом два еврея. Его трое суток зашивали. Еле зашили. Но я знаю, зачем они его спасали. Ведь они его спасали, чтобы он потом против меня на суде показал. Они русского человека не знают. Да чтобы Шурин показал на девеля или свояк на кума, никогда! Я к нему вот пришел в реанимацию, он мне сразу сказал, я против тебя ничего не имею. Ничего, но этих двух, которые меня зашивали, все, им хана. Ты представляешь, я на шестые сутки прихожу в сознание, говорю, пить. Пить. У них кругом спирта полно. Они простую воду несут. Они же видят, они видят, что русский человек от жажды умирает. Так они этим спиртом протирают эти еврейские инструменты. Вот и получается, что как врач, так еврей, а как больной, так русский. Поэтому смертность у нас такая от этой медицины. Не, я ничего сказать не хочу. Евреи тоже умирают. Но они же перед этим живут. И живут неплохо, а мы как живем, хуже некуда. Страну развалили, а теперь кричат, кто виноват, кто виноват. А вот тот и виноват, кто первое смерто преступления за границу драпанул. Придумали фейнку воссоединение семей. Штейны с бронштейнами, а бронштейны с кронштейнами. Причем в Израиле у себя они, понимаешь, трудятся с утра до ночи. Мне вам рассказывали, что у себя в этих капуцах от каждой коровы они получают на два литра молока больше, чем она вообще может дать. Почему же у нас на Тамбовщине я не под одной коровой ни одного бронштейна Соломоновича не встречал? А? Под коровой не встречал, а на доявках встречал. Почему у нас в России они только наших баб доют? Ты когда-нибудь следствия евреев видел? Нет. Да нет. Потому что все евреи в Академии наук России. Все. Профессора евреи. Члены евреи. Корреспонденты туда же. Русского человека уборщицей в Академии не примут. Вон я нашел с собой все время. Вон она. Выписка. О присуждении, понимаешь, государственных премий России в области науки. Но ты послушай, кого награждают. Доберман. Исаак Ефимович, доцент. Спаниель. Роза Абрамовна. Сап лабораторией. Пудель. Рубим Пинху. У них даже отчеств приличных не бывает. Пинхусович. Научный сотрудник. Ризин. Ризин. Вообще без бутылки не выговоришь, а? Ризин шнауцер. Это, небось, сразу три еврея, да? Ризин шнауцер. Шлема Мордух Залман. Старший Лобалант. Они получают в России премию государственную. За что? За выведение новой породы русская сторожевая. Ну что хотят, то и воротят. И почему все? Это же все почему. Только потому, что у них был главный жидовский ученый. Дарвин. Вот сволочь. Я не знаю, куда он сейчас эмигрировал. Если я его найду, я даже не знаю, что я с ним сделаю. Я ему весь организм на анализ устрою. Весь. Вот расист поганый. Придумал теорию. Человек произошел от обезьяны. Вот гнида. Но я уж не знаю. Может, евреи от обезьяна произошли. Потому что только они знают, где бананы доставать. Но вот нормальный, простой русский человек, вот такой, как я, произошел от русского медведя. Потому что живу я в трехметровой берлоге. Сосу лапу. И мечтаю только об одном, чтоб последние жиды отвалились нашей великой России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова